Доброго времени суток! Меня тут попросили посмотреть на город Севастополь. Это для меня на данный момент удивительно. Ну, потому что смотрю больше про Украину и Донбасс, в частности. А тут всё-таки Крым и Севастополь. Ну, я понимаю, что там, конечно, сейчас произошла в Крыму такая ситуация. Наши спецслужбы что-то прохлопали ушами. Так, итак, Севастополь. Ну, в городе на данный момент очень чёткий идёт контроль. Контроль самого города, происходящих событий, то есть вот эти самые спецслужбы работают. Я не хочу сказать, что прямо уж тотальный контроль, но очень жёсткий. Очень многое делается именно для безопасности города. Максимально стараются сохранить, чтобы никаких не было эксцессов, и к этой цели город очень чётко идёт. И цель будет достигнута. То есть, в принципе, в городе ничего страшного не произойдёт. Всё будет чётко, мирно. Ну, во всяком случае, на данный момент это точно. Хотя там, по-моему, что у вас там что-то прилетало по морскому... Командному там что-то такое не так давно. Но, опять же, расслабляться нельзя, ребята. Вот меня удивляет. Знаете, я смотрю, да, все живут обычной жизнью. Но настолько вот беспечно, абсолютно беспечно. Что это просто удивляет. Ну, я имею в виду обстрелы вдоль границ. Да, Курская, Белгородская область. Тут что-то прилетело, там взорвалось. Ну, как это так? При этом люди, в общем-то, беспечны сами по себе. Так, как будут развиваться события в Севастополе до конца сентября? Скорее всего, что вот оборона города будет выходить на новый уровень. И морская со стороны моря, и воздушная, и наземная, соответственно. Все будет, так скажем, в боевой готовности. Ну, простые граждане просто будут наблюдать за происходящими событиями. Жить обычной жизнью. Те же будут отдыхающие. Но внутренне, вот, среди военных будет горячая очень пора. И придется отстаивать. То есть провокации вполне возможны. И со стороны моря, и вот именно по границам города. Попытки нащупать слабые места. Но это не получится. Это не получится. Так, могут быть прилеты по жилым домам. Ситуация до конца будет непонятная, в каком плане. Сами по себе прилеты-то могут быть. Но ПВО будет работать. Город полностью окружен этими системами безопасности. Поэтому... Ну, то есть я не говорю, что прилеты будут. Да, это самое. Но, так скажем, исключать это нельзя. Но пройти через эту вот систему безопасности у них не получится. Военные будут работать. Командование стоит на ушах. И городу, в общем-то, будет в любом случае вести. То есть никакой вероятности исключать нельзя. Ну, многих жителей будут запугивать. Вполне возможно, что особенно после последних событий отдыхающие уедут. Конечно, будет местным жителям непросто. Но будут работать. Работать на тему, чтобы и в городе все была обстановка нормальная, спокойная. Главное не совершать глупости. Держать ушки на макушке и вести себя как взрослые люди, а не как дети. Выискивать и договариваться с людьми, которые готовы помогать военным предотвращать вот эти теракты. невозможно проверить каждый дом, каждую квартиру, каждую комнату, каждый шкаф. Но для города все будет благополучно. Не переживайте. Город под защитой полностью. И с моря, и с воздуха, и наземная часть. Все будет в городе спокойно. Так что отдыхающие могут спокойно отдыхать, жители могут спокойно жить, работать, потому что просто каждый должен выполнять свою работу. Ну, давайте посмотрим, есть ли опасности для города. нет. Все будет благополучно. Могут быть какие-то попытки или разговоры, даже не то что попытки, а разговоры, но действия, вот совместное действие всех подразделений военно-воздушных, морских, и наземных частей будет четко сработано. И все будет для города максимально благополучно. Так что не переживайте. Даже я, если где-то вас напугала вначале, то я не я говорила вероятность. Не то, что это будет, а что есть вероятность того, потому что вы же понимаете, что даже если вы задали этот вопрос, вы сами допускаете эту вероятность. Но на самом деле все будет благополучно для города. Особенно, когда сейчас всем пропишут, погоны полетят, порядок быстро наведут полностью. Желаю вашему городу мирного неба, чтобы у вас было тихо и спокойно. Пусть военные выполняют хорошо свою работу, а для мирных граждан, чтобы было все тихо, хорошо и спокойно. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю всех крымчан и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!